Областной этап молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» в этот раз прошел в новом для участников формате. Защищать свои работы ребятам пришлось по ту сторону экрана от жюри. Строгий регламент, максимально емкий и при этом убедительный текст, подкрепленный реальными данными исследований и опытов. На презентацию не больше трех минут. Далее детальное обсуждение, рассмотрение возникающих вопросов от представителей экспертной комиссии и только после результат. Для участников это действительно хороший и полезный опыт. 38 работ, различные направленности. Я вот посмотрел информацию, спектр абсолютно широкий, начиная от энергосбережений, агротехнического направления, экономического, социального, патриотического. Все направления присутствуют и это говорит о том, что этот конкурс неподдельно вызывает интерес среди нашей молодежи. На одной образовательной площадке встретились ребята разного возраста, с разными идеями, которые, как правило, отражали методику решения проблем, существующих в каждом конкретном районе. Например, творческая команда учеников и педагогов Чернавчицкой средней школы предложила проект по созданию на базе заброшенного карьера эко-площадки, которая впоследствии может стать пунктом трансграничного веломаршрута. Цель сформировать экологическое мышление у местного сообщества в деревне Чернавчицкой среднего района через создание образовательной эко-структуры на территории заброшенного карьера. Инициатива ставит перед собой четкие задачи. Во-первых, необходимо благоустроить территорию заброшенного карьера, затем создать там эко-образовательную структуру и, наконец, разработать информационно-техническое сопровождение. Мы анализировали за последние пять лет проведение 100 идей для Беларуси. 390 проектов вообще приняло за эту пятилетку. Есть проекты, которые реализованы. Очень важно, что мы затрагиваем не только городскую молодежь, которая более склонна к айтих сфере. То есть очень важно, что у нас очень много экологических проектов. Ребята, школьники с малых городов, населенных пунктов, агрогородков понимают и хотят участвовать в этих проектах. И то, что позволяет, то, что они интересуются своей экологией, развитие своих малых родин, малых населенных пунктов. Поэтому, конечно же, из года в год есть какая-то направленность в ту или иную сторону. Но я считаю, что мы, наши ребята, представили проекты во всех сферах, которые предположены конкурсом. Диалог получился живым и открытым. Он позволил посмотреть на образованность современной молодежи, ее мотивированность и общественную активность. Финалистами областного этапа стали 10 инициатив. Именно они поборются в столице за право получить поддержку и финансирование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова